Добрый день! Это программа в центре внимания. И сегодня у меня замечательная гостья, самая красивая и самая-самая очаровательная победительница проекта Мисс Лето Марина Клопова. Добрый день! Добрый день! Марина, я читала в блоге, который вы ввели на сайте Портамур, что вы совершенно случайно попали в этот проект. Как так получилось? Расскажите. Да, совершенно случайно. Муж увидел по телевидению рекламу и сказал, почему тебя здесь нет. Я тут же быстренько залезла в интернет, нашла электронный адрес, куда можно отправить свои фотографии. И обратила внимание на то, что прием заявок уже окончен. Но тем не менее, я скинула фотографии и тут же организатор Елена Сокмаркина мне ответила. Она сказала, что перезвоните, пожалуйста, мы ждем вас на кастинг. На первый кастинг я не попала. На второй кастинг я не хотела ехать, но тем не менее, я поехала. И к моему счастью я оказалась на проекте Мисс Лето. Вот так? Да. То есть какие-то все равно случайности вас подстерегали, да, с самого начала? Да. Какое ощущение было, когда вот только начинался проект? Дойду до конца, дойду до середины. До чего дойду? Вы знаете, было удивительное спокойствие. То есть если на проекте девчонки все время плакали, нервничали… Это было заметно, да. Да, то про себя я не могу сказать то же самое. Было внутреннее спокойствие и уверенность. Я знала, что если я дойду до конца, то это будет хорошо. Если не дойду, то я проиграю с чувством собственного достоинства. Там же в вашем блоге я прочитала, что вы считаете себя «я самодостаточная», «я красивая», «я уверена в себе», «я могу говорить на любые абсолютно темы». В общем, я такая вся замечательная. Для чего вам тогда нужен вот был этот проект? Это интересно. Это очень интересно. Во-первых, я всегда хотела поучаствовать в каком-нибудь таком проекте телешоу. И не то, чтобы не было возможности, просто я не задумывалась о том, что можно проявить себя как-то с другой стороны. Вообще, очень интересно смотреть на себя в кадр. Как ты смотришься в кадре, по телевидению. Это было интересно. Я устала. Я приехала с Хабаровского края три года назад в Амурскую область и устроилась на завод «Борея Крант». И в университете у меня была очень активная жизнь. Я и участвовала в студии художественного слова. Я занималась шейпингом. У меня была своя группа шейпинга. И когда я приехала в Новоборейске, можно сказать, что время остановилось. Мне стало скучно. Это провинциальный город, да? Да. И когда появилась такая замечательная возможность проявить себя в этом шоу, я ей воспользовалась. Ты одна из немногих девушек, которые участвовали в проекте и вели параллельно блог. Не каждая на это отважилась. Не каждая отважилась писать какие-то свои личные мысли. И тем более писать критику по отношению к девочкам. Как девчонки это оценивали? Некоторые обижались. Некоторые обижались. Хотя, когда начался проект, мы с девчонками говорили о том, что мы не должны обижаться друг на друга. Мы понимаем, что мы конкурентки и не стоит обижаться на какие-то слова. Или я старалась быть откровенной. Я сразу всем сказала, я не хочу никого обидеть. Я просто пишу то, что я вижу. То, что я думаю. Были обиды, да. Но мы с ними справились легко. Каких-то откровенных ссор не было. Тебя тоже неоднократно критиковали. Критиковали ведущие, критиковали девушки. Как ты сама свою роль оценивала в проекте? То есть я лучше других, я не лучше других. Есть кто-то красивее, умнее, который лучше получается. Как сама себя оценила? Вы знаете, мне было очень сложно себя оценить. Почему? Я, кстати, об этом сама писала не раз. Потому что иной раз я думала, что я выступаю лучше всех. Так что я очень хорошо выгляжу, например, как на танцах, когда мы танцевали. А жюри всё запомнила? А жюри раскритиковало меня по полной программе. Или наоборот, я думала, что прогноз погоды я прочитаю вообще без проблем. Я была уверена в себе. Так оплошала. Поэтому я не думаю, что я как-то оценивала свои силы, способности. Хотя я знала, что я красива, честно. Ну я уверена. Я правда уверена в себе человек. Я знала, что язык у меня подвешен. Я говорю, быстро. И это были мои достоинства, да. А вообще я не могу сказать, что я была уверена в том, что я займу первое место. Конечно, мне этого хотелось. Но очень часто хвалили… А в какой момент всё-таки ты почувствовала, что вот оно где-то рядом? Что вот оно где-то рядом? По-честному. Наверное, я почувствовала это перед ночной тусовкой в клубе. Когда звонила Елена Сокмаркина нас всех и сказала, чтобы мы привезли с собой группу поддержки. А я знала, что с Новоборейской со мной воскресенье, выходной день. Но никто не приедет. Никто не приедет. Да, тем более я планировала здесь остаться ночевать, потому что следующие съёмки были в понедельник. У меня был, знаете, такой момент затишья. Момент затишья. Я успокоилась. Я не нервничала. Всё. Я, кстати, уже до этого написала последний дневник. Всем нам посвящается. И всё. Я была спокойна. И тогда, наверное, у меня появилось какое-то чувство, что вполне вероятно победа за мной. Потому что внутреннее спокойствие. Я не нервничала. Хотя иногда, знаете, я думала… Вот девчонки плакали очень часто на конкурсах. И я думала, что, наверное, неправильно, что я не плачу. Может быть, мне для телевидения нужно было более ярко показывать свои эмоции. Эмоции, да? Да. Ну, у меня даже… Когда меня объявили победительница, я даже тогда не заплакала. Хотя я несколько раз продумывала вот в голове своей такой мысли. Думала, ну, если меня объявят… Ну, скупую слезу я пущу. Наверняка ты читала форум за всё это время, да? Многие писали… Зрители, которые оценивали проект со стороны. Многие писали, что всё куплено и всё уже решено. И писали прям девочек, которые я точно знаю, что она победит. Да мне там третьи лица сказали. Ну, вот как? Всё куплено? Не всё куплено? Как ты вышла в победительнице? Как оказалось, не всё куплено. Если честно, мне тоже, помимо того, что я на форуме читала, да, о том, что всё куплено и победительницы уже заранее известны, так и мои ещё и близкие родные люди некоторые мне говорили о том, что всё куплено. Марин, ты там особо не нервничай, да, не переживай. Но я надеялась на то, что победит сильнейшая. Поэтому я верила в то, что всё будет справедливо. Я не думала, что куплено, во-первых. А во-вторых, моё некоторое мнение по поводу тех или иных выступлений девушек на проекте, они совпадали с мнением членов жюри. Поэтому я была тогда уверена, что нет, ничего не куплено. Что всё вот так идёт, как надо. Победила, получила овации, получила признание, да? Сама как себя ощущаешь? Что тебе вот эта победа дала? Огромное чувство собственного достоинства. То есть ещё больше? Да, ещё больше. Это как после проделанной работы, которую ты сделал хорошо и качественно. Удовлетворение всё хорошо. Да, удовлетворение. Как девчонки, что говорили? Девчонки, они очень сильно расстроились, когда объявили победителя меня. То есть видно было? Это было зачарование. Да, они очень сильно расстроились, но, конечно, поздравили. Некоторые поздравили, сразу было видно, что откровенно, как Люба Кречетова. А некоторые скрипят зубами. Не буду говорить, как то. Всё-таки вот так вот. Огромное разочарование отчиталось на лицах девчонок. Ты победительница. У тебя есть диплом, у тебя есть все те подарки, которые есть, да? Вот твоё будущее какое ближайшее? Что ты ждёшь? И что ты будешь делать? Сложно сказать. Почему? Потому что мне уже очень многие задают вопрос. Ну что, ты уезжаешь, ты будешь жить в Благовеченске. Тебе предложили работу. У нас тоже, собственно говоря, этот же самый вопрос. Что дальше? Ну, пока мне ничего не предложили. Серьёзного и стоящего. Вот если я действительно подумаю о том, что мне стоит переехать в Благовеченск, наверное, это должна быть какая-то вельская причина. То есть какое-то стоящее предложение. Пока его не поступило, я буду вести свои тренировки и жить в посёлке Новоборийском. Пока. То есть как бы жизнь продолжается, как и была, да? Но не просто так мы тебя, наверное, пробовали, да, в роли телеведущей. Вот ты сама себя в этой роли видишь? Тебе это нравится или нет? Наверное, да. Я думаю, что это очень интересная жизнь. Очень интересно. Смотрю на вас всех, вы такие красивые, цветущие, ухоженные. Я думаю, что это очень интересно. Пользуясь случаем, можешь девчонкам, с кем ты вот два месяца бок о бок соперничала, да, жила, можешь что-то им пожелать? Ну, я думаю, что у них в жизни и так без моих пожеланий всё удастся, особенно после этого проекта. Любе Кричетову уже предложили работу на телевидении, малышке Татьяне предложили работу на телевидении. Другие девчонки, Снежана Недельская говорит о том, что будет обязательно участвовать в других проектах. Я знаю, что ей уже поступили предложения, да. Так что я, что я могу им пожелать? Успехов? Всё и так есть. Да, я очень довольна, что мы вместе общались на этом проекте, что мы познакомились, они очень интересные девчонки. Было приятно вместе проводить время. Спасибо большое, Марина, за разговор. Вам спасибо. Я напоминаю телесрителям, в гостях у меня была Мария Клопова, самая замечательная, самая красивая, самая умная победительница проекта «Мисс Лето». Благодарю всех за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова